Приветствую вас и проблема, которую вы пишете, решается через работу в двух направлениях. Первое направление – это понимание того, почему люди поступали так, как они поступали. Второе – это уже лично ваши переживания. Начнем, пожалуй, с первого направления. Оно раскрывается через понятие социальной иерархии, когда в любом обществе есть кто-то лидер, кто-то подчиненный лидер, а есть люди, так сказать, аутсайдеры. И это было всегда есть и будет. Но подобные, как бы сказать, ярко выраженные роли проявляются у людей, как правило, в основном здесь. То есть здесь есть люди, которые кичат своим, а дальше все уже упирается в основном в реальный карьерный рост. Естественно, в любом обществе, в любом социальном, в любой социальной ячейке есть свои лидеры. И если вы хотите этим лидером стать, это безусловно прекрасно. Это хорошее качество. Но понимаете, понимаете как? Чтобы воспитывать в Сибири именно лидерские качества, необходимо иметь достаточно харизму. Необродимо, чтобы люди вами восхищались. То есть очень многое делают нам публику, для публики. Пока слышно. Готовы ли вы к этому или нет, это уже вам решат. Но есть люди, которые живут общественным мнением, которые делают очень много своей жизни на публику. А есть, которые, которым это не особо важно, и они в основном все делают для себя. И вы знаете, говорить о том, что жить на публику плохо, я бы не стал. На самом деле указывать свои потребности, указывать свои желания. И если человек так счастлив, то почему бы и нет. Другое дело, что мнение публики, оно различает очень сильно. Сегодня оно одно, завтра оно другое. И угнаться за ним достаточно сложно. Поэтому любая популярность, она пропадает. Любая популярность, она проходит. Так устроено общество. Никто, ни одно общество не способно восхищаться одним человеком в течение долгого времени. Это нормальное явление. И вопрос в том, для чего вам нужно то, о чем вы пишете. Для чего вам надо это признать. Что оно вам даст? Хотеваться же и так и есть все. Вы реализовались, вы реализовались как профессионал, вы реализовались как женщина, вы реализовались как родитель. А вам лично, лично для себя, своей оценки мало получают. И если так, то тогда проблема заключается вот в чем. Тогда, в детстве, тогда в детстве, вы хотели быть звездой. И сейчас вы гонитесь именно за тем ощущением звездности в детстве. Аппаратокс в том, что того ощущения, которого в детстве, того детского ощущения, у вас уже не будет. Потому что вы взрослый человек. У вас не впечатляют, не впечатляют даже комплименты вам. У вас это все не впечатляет. Потому что вы уже взрослый человек. У вас поменяли взгляды, поменяли ценности. То, что вы помните, вот то, что вы помните, это то, как в детстве вы были изгоем. И это и толкает вас на погоню за мифическим, за эллюзорным признатем. Но на деле, это признание вам не поможет. Потому что вы все время будете казаться самой себе, что вы, по сути дела, ну, хуже. Все равно хуже. И для того, чтобы понять причину этого, нужно для себя решить, а что же, собственно говоря, породило мое состояние в детстве. Почему не, собственно говоря, я, смотря на то, что не была самой страшной, смотря на то, что объективно была, не была плохой и так далее, почему я стал изгоем? Если в этом моя вина, так вот, ваше вина нет, и дело не в вашей внешности, не в вашей успешности и так далее. Дело лишь только в том, что людям, в частности, обществу, нужны эти самые изгои. И если этих изгостей не будет, то люди будут чувствовать себя недостаточно комфортно. И вы попали под горячую руку тем звездам, о которых говорите. Вы попали под руку людям, которые внутри настолько пусты, настолько бедны внутренним мирам, что им некуда развиваться, кроме как вовне. Вообще, все звезды и люди, зависящие от общественного мнения, я имею в виду не вас, вот это развиваются на основе, как бы, принижения, причем если принижение несправедливого. Я имею в виду звезды, именно те, которые все временно волнеют в центре внимания. Так вот, люди очень бедные внутренние. Они ничего не представляют из себя, вот именно внутренним миром. За исключением реально харизматических людей, но это достаточно редкое явление, вот. Так вот, а именно потому, что человек не богат внутренним миром, несчастен. Именно потому, что у него ничего нет, кроме своей внешности, кроме образа. Образ – это не сам человек. Это то, каким он хочет казаться. И то, что вы видите, весь этот образ, все, на что выравняет, это не сам человек. Это его иллюзия. Это иллюзия, порожденная страхом, порожденная бегом от самого себя. Люди, которые живут на внешнюю сторону, находящиеся в центре внимания, это люди, по сути дела, не имеющиеся, кроме этого, больше ничего. Они каждый свой шаг придумывают, например, реакция общественного мнения. Скажите, вы хотите так жить? Скажите, вы хотите настолько зависеть от общественного мнения? Скажите, у вас настолько бедный в внутреннем мире, что вы нуждаетесь в общественном брендаре? Если ответы на эти вопросы будут в пользу того, чтобы все-таки завоевывать общественное брендаре, все-таки продолжать пытаться стать лидером, то тогда вам необходимо вырабатывать достаточно харизматичную позицию, учиться вести людей, направлять людей. Возможно, вам нужно будет поработать с искусством манипуляции людей. Ага, возможно, вам нужно будет поработать над своим внешним образом, чтобы именно показательно делать какие-то вещи. Именно показательно, чтобы люди заметили прям ваше поведение. Но это требует очень периодных усилий. И вам нужно четко представить ради чего. Вот у других людей просто нет выбора. У других людей просто нет выбора. Они этим живут. А у вас уже есть что-то другое. И вопрос в том, а зачем вам приносить вещество что-то другое ради публичности? Собственно говоря, так вот и строится мой ответ к вам. Я хочу сказать, что вы, с одной стороны, как бы понимаете, что у вас комплекс. Вы понимаете, что это неправильно, что вы чувствуете то, что вы хотите. С другой стороны, вы спрашиваете, как этого добиться. И вы знаете, говоря о том, как добиться, я, наверное, вам уже ответил. Говоря о том, как справиться с обидами и как справиться с голосом этой обиженной школьницы, которой вы говорите, это подумать, а счастливы ли люди, которые, которые мы когда-то видели. Вот вы увидели человека, да, который есть в социальной сети. Вот вы подумайте, спросите, можете его, пообщайтесь. Она счастлива, она счастлива, на самом деле нет. Прямо с популярностью проста и осталась лишь пустота. И самое страшное для того, что человек в этой пустоте жить не может. Он находится в постоянных воспоминаниях о том, когда он был отребован, когда он был популярен. И получается так, что у него ничего не осталось внутреннего, ничего не осталось личного для того, чтобы жить после спаза популярности. Именно поэтому все звезды так зависят от своей внешности, так стремятся ее сохранить, идут на любые ухищрения, либо сохранить свое внешнее. Потому что они знают, что они не могут жить без общественного мнения. У них внутри, внутри них ничего нет. И я на самом деле хотел бы вас спросить, что для вас здоровье. Общественное мнение? С мнение неопределенного круга людей? Или мнение тех, кто вас любит? Тех, кто вам дорог? Тех, кто знает вас? Тех, кто принимает вас такой, какая? Стоит ли менять свой образ, создавать свой образ, работать на внешку, на показушку, на показучность? И если да, то ранее всего. Вы знаете, обида, которая вас говорит, это всегда непонимание, непонимание поведения людей. Если понятен, почему человек вот так себя ведет, то обида пройдет. Для этого нужно работать в нескольких направлениях. Во-первых, проработать, заново пережить свою детскую, детское переживание. То есть, заново пройдись по тем чувствам, которые вы испытывали тогда. И, возможно, вы поймете, насколько детским это было. Возможно, вы поймете, что дети вообще жестокие в принципе. И тогда вам станет проще, когда вы поймете, чем продиктованы были поступки и поведение тех, кого вы пытались затмить. И, возможно, тогда вы поймете, что, в общем-то, счастье, но не в том, чтобы было признание и комплименты. Счастье оно в том, чтобы находиться в гармонии с самим собой и чтобы любимые и близкие люди нас любили. А кто что думает вообще, кто что думает про нас, другие люди? Они могут подумать со что угодно. Сегодня они думают одно, послезал, потому что будут думать другое. Только потому, что так подумают. Общественное мнение очень изменилось. И кто-то ответит себе на вопрос, вы хотите войти в это общественное мнение? Вы хотите быть под постоянными порывами ветра, дующего в разных сторонах? Решет только вам, только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам ответ мой понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok